Все школы города и поселков, а также учреждения дополнительного образования соответствуют комплексной безопасности учеников и санитарно-эпидемиологической, и противопожарной, и антитеррористической. К такому выводу пришла Воркутинская межведомственная комиссия по итогам проверки. Одно учреждение, школа номер 26, принято с условием по той причине, что там выставлены претензии подрядчику, который выполнял ремонтные работы по спортивному залу. И работы продолжаются. Установка внешней системы наблюдения, подключение к единой диспетчерской службе 01. Это малая часть проделанной за лето работы. В одних школах приобретены интерактивные доски, в других – планшеты с подключением к интернету через Wi-Fi. Родители нынешних школьников в свое время об этом даже и не мечтали. Заменены светильники и сантехника, отремонтированы классы и туалетные комнаты, обновлено оборудование в пищеблоках. Во многих кабинетах в этом году ученики сядут за новые парты. Достаточно закуплено учебников для того, чтобы ребята пришли и фактически были обеспечены учебной литературой. Мы получили для всех обучающихся вторых классов новые учебники в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Школа обеспечивается учебниками централизованно по коми-языку. Дети первых классов тоже будут обеспечены учебниками. Однако федеральное законодательство требует большего. И ОКО Государева зорко следит за его исполнением. По новым санитарным нормам требуется, чтобы вокруг образовательных учреждений имелась изгородь. У нас школы в городе Воркуте ни одна не имеет ограждения. На следующий год прокуратура будет более требовательна. И в случае неисполнения законодательства подаст иск в суд. Установка пандусов и поручней для детей-инвалидов в школах также обязательна. Суд иски прокуратуры в этом вопросе уже удовлетворил.